Всем привет! В эфире универновости, а в студии Александр Фирсов. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась всероссийская научно-образовательная конференция «Медиа и власть». «Власть медиа» организатором выступила кафедра связей с общественностью и прикладной политологией Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. В этом году спикерами конференции стали более 70 представителей научного и профессионального сообщества, преподавателей и аспиранты, студенты из российских вузов, специалисты медиасферы. Пленарное заседание было посвящено актуальным вопросам развития медиапространства Российской Федерации. Во дворе главного здания Казанского федерального университета прошло торжественное открытие памятного знака, посвященного включению астрономических обсерваторий КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем в операторском зале вуза были вручены значки. Отличие к почетному званию – почетный доктор Казанского университета, чрезвычайному и полномочному послу государства Катар в Российской Федерации господину Ахмеду Нассеру Альтани. Обо всем подробнее расскажет Карина Саяхова. Во дворе Казанского университета прошло торжественное открытие памятного знака, посвященного включению астрономических обсерваторий КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На мероприятии присутствовали ведущие ученые, специалисты в области высшего образования, государственные и общественные деятели. Среди них – ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, государственный советник Республики Татарстан, посол доброй воли ЮНЕСКО Ментимер Шаймиев. Продвижение астрономических обсерваторий Казанского университета в список ЮНЕСКО, она началась практически давно. Как сам университет, который вкладывает многие-многие годы в историческом плане, огромный вклад в развитие по Российской Федерации и огромный вклад в отдельный взятый в данном случае нашей республике. Это четвертый объект для Татарстана, тридцать второй объект для Российской Федерации. Это повышает действительно и престиж, и привлекательность и Татарстана, и Российской Федерации в плане обширного, еще недоосвоенного нашего культурного, исторического, научного наследия. Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Республика Татарстан будут дальше работать над тем, чтобы в этом списке появлялись новые объекты. В городе Эр-Рияд Саудовской Аравии с 10 по 25 сентября 2023 года проходила 45-я сессия Комитета всемирного наследия, в ходе которой состоялось рассмотрение номинации от Российской Федерации. Решением Комитета в список новых объектов были включены астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это загородный комплекс обсерватории имени Энгельгарта и обсерватория главного здания Казанского университета. На сегодняшний день Республика Татарстан находится в российском списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на первом месте. Это признание мировое, это признание России, это признание наших всех заслуг. И в этот день мне бы хотелось особо отметить наших ученых, ученых КФУ, ученых Академии наук, которые очень над этим сильно работали, и это действительно их большая заслуга. Я хочу особые слова выразить благодарности Фонду Возрождения, который возглавлял, и Терешаев еще возглавляет. Это действительно только при его вот такой активной поддержке, при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры Российской Федерации, мы смогли и сделали то, что по праву действительно считается мировым наследием. 16 мая 2024 год, дата которой останется в памяти. Теперь во дворе главного здания установлены информационные знаки, посвященные включению Астрономической обсерватории Казанского университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие же отличительные знаки установлены на территории загородного комплекса обсерватории имени Энгельгарта. Далее коллеги переместились в императорский зал ВУЗа. Там прошла панельная дискуссия о роли всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов. С участием председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина, ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александра Панкина и ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяны Довгаленко. Как справедливо отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, столица нашей республики, древняя Казань, в последние годы все чаще становится центром притяжения, харом для различного рода международных мероприятий. Мы в этом заинтересованы. В эти дни в республике проходили и проходит экономический форум Казань-форум. Впереди спортивные игры стран БРИКС, саммит глав государств БРИКС и многие другие масштабные общественно-политические, культурные и спортивные события. Это большое доверие, ответственность, а также признание особого статуса нашего многонационального региона. На торжественной церемонии в императорском зале были вручены знаки отличия к почетному званию «Почетный доктор Казанского федерального университета». Чрезвычайному и полномочному послу государства Катар в Российской Федерации господину Ахмеду Масыри Альтани. Напомним, что с 14 по 19 мая в Казанском федеральном университете проходит ряд мероприятий и встреч в рамках 15-го Международного экономического форума «Россия-Исламский мир. Казань-форум-2024». Карина Саяхова, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Николай Осуховский. Универновости. Казанский федеральный университет является лидером не только высококачественного обучения студентов, но и в других сферах. Одним из развитых направлений является международное сотрудничество. Взаимоотношения России и Малайзии не стали исключением. Какие аспекты сотрудничества рассмотрели на круглом столе и какой меморанду подписали стороны, смотрите далее сюжет Адалины Абдрахмановой. Международное сотрудничество между Россией и Малайзией достаточно перспективно. Между странами высокий уровень товарооборота. В рамках Международного экономического форума «Россия-Исламский мир. Казань-форум-2024» проводится ряд мероприятий по развитию сотрудничества между Россией и Малайзией. 16 мая Казанский федеральный университет принял участие в заседании круглого стола «Россия-Малайзия. Экономические аспекты регионального сотрудничества». Здесь подвели итоги успешного международного сотрудничества, а также наметили планы. Пожалуй, ключевым аспектом обсуждения стал туризм. С отчетным докладом выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Он подробно рассказал о перспективе углубления российско-малайзийского сотрудничества в сфере науки и высшего образования. Проректор по внешним связям КФУ поделился со слушателями успешным опытом Казанского университета в сфере сотрудничества. Есть различные варианты сотрудничества. Вы знаете, что в октябре остался визит, а в том числе делегации Казанского университета в Малайзию. Будут подписаны ряд соглашений, были достигнуты договоренности определенные. И фактически мы продолжаем этот момент, который был задан октябрьским визитом. Планируется в августе месяц большая стажировка, которая организуется Казанским университетом совместно с правительством республики Тарасан в университет Малайзии. Сегодня мы подписали соглашение. Первым таким проектом станет это сжо, который пройдет в августе уже в настоящий год. В завершении форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и университетом Малая. КФУ представлял Игорь Привалов, директор высшей школы государственного и муниципального управления. Со стороны Малайзии на подписании присутствовал Анис Юсал-Юсов, исполнительный директор Международного института политики и управления университета Малая. Нужен обмен и нужно развивать то направление, которое сегодня необходимо. А необходимость, она очевидна. Азиатское направление, ну, я не повторюсь и не скажу что-то нового, а вернее повторюсь, что в том, что азиатское направление для нас очень приоритетное. Мы долгие годы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с республикой Сингапур. И очень многие вещи взяли у них для своего применения, и сегодня активно это работает у нас в республике. Мы готовы к взаимному сотрудничеству. Ждем представителей республики Татарстан в университете Малая. Также готовы отправить своих студентов обучаться здесь, в Татарстане. Это взаимный процесс, который нам будет очень интересен. Напомним, что сотрудничество КФУ с Малайзией в настоящее время развивается в рамках меморандума о взаимопонимании с университетом Тун Абдул-Разак, подписанного в 2015 году. Также в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Набережно-Челнинским институтом КФУ и одним из ведущих частных высших учебных заведений в Малайзии – Линкольн-Юниверсити-Колледж. Направление сотрудничества предполагают взаимный обмен студентами и преподавателями, проведение совместных научных исследований, обмен учебными программами и публикациями, а также программу двойных дипломов. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Казанский федеральный университет всегда стремился к проведению мероприятий, тесно связанных с реализацией творческого потенциала студентов. Так, в культурно-спортивном комплексе «Уникс» стартовала акселерационная программа КФУ, которая проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Программа предусматривает индивидуальную работу с наставниками, персональные консультации экспертов, а также серию мастер-классов и вебинаров от приглашенных докладчиков и профессионалов отрасли. В рамках мероприятия прошли тренинги предпринимательских компетенций, а также активно функционирует университетская стартап-студия. Стоит отметить, что студенты вуза являются абсолютными лидерами по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап». На мероприятии присутствовал начальник управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов. По его словам, программа дает возможность ребятам реализовать свои идеи и проекты. Со студентами работают специалисты, профессионалы, эксперты и трекеры, которые помогают им пройти путь от идеи до презентации своего проекта и получения различных мер поддержки. Все вместе это дает ребятам возможность реализовывать свои идеи и свои проекты. С ребятами работают специалисты, профессионалы, эксперты, трекеры. Все, кто помогают им пройти путь от идеи до упаковки своего проекта, презентации своих проектов и получения различных мер поддержки. Кто-то получает леон рублей как победитель студенческого стартапа, кто-то может участвовать в конкурсах инвестиционно-венчурного фонда нашей республики. Основная задача программы – поиск новаторских идей, повышение интереса студентов к технологическому предпринимательству, формирование навыков создания стартапов и привлечения инвестиций, а также поддержка развития стартап-проектов. Победители прошлогоднего конкурса «Студенческий стартап» в этом году решили продолжить свою работу и модернизировать ее благодаря акселерационной программе. Их проект заключался в создании трехмерной визуализации результатов компьютерной томографии мозга. В 2023 году был конкурс «Студенческий стартап» от фонда «Содействие инноваций». Там была третья волна, там нужно было проходить несколько этапов. Мы с командой прошли эти несколько этапов и стали победителями третьей волны этого конкурса. У нас проект трехмерной визуализации результатов компьютерной томографии мозга – медицинский проект. Мы создаем программное обеспечение для медицинских клиник и для вообще медицинских организаций, так скажем, чтобы облегчить труд врачей. После завершения акселерационной программы командам будут доступны различные возможности для дальнейшего развития. Инновационная инфраструктура университета, университетская стартап-студия, региональные и федеральные меры поддержки стартапов, венчурные фонды, поддержка университетских служб по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, доступ к лабораторным ресурсам и прототипированию, а также помощь в подготовке заявок на гранты и конкурсы. Стоит отметить, что в процессе акселерационной программы студенты изучают основы технологического предпринимательства, базовые принципы создания проекта, учатся определять потребности клиентов, анализировать рынок и конкурентов, разрабатывать IP-стратегию проекта и оценивать эффективность финансовых вложений. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, универновости. В Казанском федеральном университете стартовала Международная научно-практическая конференция «Формирование и эволюция государства и права на евразийском пространстве. Вопросы истории, теории и практики». Модераторами конференции выступили заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета КФО Рустем Девлетгильдеев и доцент кафедры Рафаэль Валеев. Свои доклады представили порядка 20 научных сотрудников из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и городов России. В их числе представители Казанского федерального университета, аспирант кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Тимур Валеев и доцент кафедры Рафаэль Валеев. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!